На НТВ место встречи вопрос такой очень простой. Каким вы видите будущее отечественного автопрома, Елена Николаевна? Сложным. Сразу скажу, если будет путь такой, который избирается сейчас, закупки чиновникам, еще что-то с сохранением модели, то путь будет печальный. Потому что это не приведет к тому результату, который нужен. Нужна прорыв, конкуренция, сверхзадача, и ее можно выполнить. Мозги еще в государстве есть, и люди еще есть, которые могут это делать. Так, Александр Романович? Я считаю, что должен быть автомобиль доступным, технологичным, конкурентоспособным. И если мы будем направлять силы не на разрушение, а на созидание, у нас это должно получиться. Так, ну сам автомобиль же себя таким не сделает, да, Владимир Владимирович? Ну, я скептик, я считаю, что люди идут по пути наименьшего сопротивления. Наименьшее сопротивление сегодня это клонирование китайского автопрома на российской территории. Поэтому в течение ближайших перспективе, пяти лет, это точно будет во многом клон китайского автопрома. А дальше это действительно зависит от нас. Если будет поставлена такая задача, то, возможно, будут и перспективы. Антон Валерьевич? Вы знаете, я не склонен бить в барабан. Я считаю, что задача минимум сегодня, которая выполняется, задача минимум, это не дать разрушить ту промышленность, которая есть с одной стороны, а с другой стороны дать возможность людям в нашей стране покупать хоть какие-то автомобили более-менее там, да, по тем потребностям, которые есть, и она выполняется. А что касается задачи максимума, все очень неоднозначно, очень много факторов неизвестных, но шансы у нас на это есть, сто процентов. В общем, можем ли мы этим воспользоваться? Большой вопрос. Осторожный оптимизм. Я с точки зрения техники так себе, вы мне помните, объясняли, что такое лебедка, не лебедка и так далее. У меня на машине 43 тысячи километров. Куда мне ее менять? Сколько лет? С 2018 года. С марта? С 5 лет. У меня за два с половиной года почти 60 уже. Ну вот так. Потому что в Крым надо ездить, а не в Крым. Куда? Я на машине до Питера и Костромы ездил. Тем не менее, значит, я искренне не понимаю, почему нельзя сделать машину поменьше, машину побольше, внедорожник, ну и за примерно там деньги, которые сейчас продаются. Я правда не понимаю. Почему нельзя разобрать условную немецкую и собрать такую же у нас, и поставить линию, как эта. Я прав, я тупой, я не понимаю. Про автомобильные будущие истории. Ну, представьте, там где-то годы, наверное, 70-е. Одесса еще, настоящая Одесса, нормальная. Вот сидит семья, муж читает газету, жена смотрит телевизор, там по телевизору идет рассказ о том, что в будущем все автомобили будут электрическими. Она так смотрит и говорит, да, хотелось бы, конечно, покататься на таком электрическом транспорте, только когда это еще будет? Муж так отрывается от газеты и говорит, Совчика, ну нельзя быть такой легковерный. Я тебе такую поездку могу организовать прямо сейчас. И какой-то кусочек бумажки ей протягивает. Она говорит, Яша, что это? Как что? Это проездной на трамвай. Это было место встречи, которое изменить нельзя. Мы встречаемся с вами в эфире НТВ по будням в 14 часов. Всего вам доброго. До свидания.